Даже субподрядчики, которые есть, они знают, что здесь целый комплекс проблем, которые есть. Первое, у нас объемы одни. В ходе проводимых вскрытий асфальтно-бетонного покрытия выяснилось у нас по колодцам 16, должно было быть, появилось 32, да? 32. Дополнительные средства есть. У нас есть необходимое средство. У нас есть вопросы, касается по оборудованию мест для людей с ограниченной возможностью. Сигнание приспособления на светофорах и тактильные открытия. У нас есть вопросы, связанные с бордюрным камнем. То есть у нас, исходя из проводимого типа ремонтных работ, ремонт дорог, это не капремонт, у нас определенное количество бордюрного камня. У нас есть средства только 10% в рамках того контракта, который у нас, значит, победитель известен. Есть вопросы у нас отвода воды. Опять же, что мы сегодня, я сегодня, допустим, еще раз убеждаюсь, у нас действительно по городу 21 километр, значит, ливневой канализации, у нас не одних ливневых очистных клеток. Поэтому нам необходимо на месте принимать решение. Отводим воду в соответствии, значит, той геодезии, которую сделали, планировку, значит, естественным отводом. И у нас последние колодцы, вне длинной канализации, это напротив банка «Газпром», да? Так их вот? Да. «Газпром». Получается, как бы, участок, который от Назарова в сторону «Газпрома», в сторону «Зверева», мы пытаемся, естественно, уклоном отвести в ту сторону, да? Вот так сейчас, как вы говорите. И участок, который от Назарова в сторону «Ференса Киша», мы в эту сторону отвод делаем, естественно, да? И геодезия, и асфальт укладывают таким образом, чтобы он был уклоном именно вот в эту сторону. А здесь у нас тоже ливневки нет? Нет, все, что ли. Все, что ли. Через это, через цепьятку и что ли? Да. Под протокол просто еще раз обращаю внимание на обращение граждан, которые поступали по ходу движения. В данном случае гражданка здесь обратилась к возможности отвода воды, да? Путем технического решения. Что можно сделать? Отвод воду сейчас на тюрьму, да? Здесь попрошу и поверить, что я надеюсь, что такие решения это найти. По крайней мере, я считаю так, даже исходя из ситуации, которая есть, даже 60-50% мы отведем. Это тоже будет хорошо. То есть, может быть, 100% мы не отведем, исходя из, значит, сложившегося рельефа, как говорится, да? Ну, она идет в сторону Ленина и в сторону, соответственно, в сторону, значит, дальше ухлопа. Вот таким вот образом. Значит, штаб мы будем проводить по вторникам 14.00. В рабочем порядке, пожалуйста, значит, руководитель СОЖа, решайте вопросы рабочие, да? На вторник, когда я сам, когда первый заместитель, когда заместитель, когда вы будете, соответственно, проводить. Но сейчас очень важно на первоначальном этапе вот именно все вопросы снять. Снять, чтобы можно было по условиям контракта выполнения работ до 15 августа, да? Ну так, до 20 августа, конечно. Качество работы должно быть. Ни в коем случае, значит, там, если вопрос касается времени и качества, пусть немножко будет однозначное качество на первом месте. Но вместе с тем, у нас оттуда, хотим узнать, щебень везется на, значит, подушку дорожную у нас. Подушку подушку? Нет, на асфальт. На асфальт, да. Да, на асфальт. То есть у нас щебень, это не здесь, да, не скорее. Нижний слой отсюда. Все. То есть мы надеемся, что здесь это качество будет асфальта, соответственно, хорошее, да? Не хорошее, отличное. Вот. Там через 2-3 года колейность мы не увидим, да? Это очень важно, что если вот вы сейчас это сделаете, мы будем смотреть и дальше по другим дорогам по поводу, соответственно, этого материала. Так. Остался вопрос. Размерки. Это у нас СНЕР, да, Дима? Остался вопрос. Размерки, то есть пешеходных переходов, размерки в целом. Это заранее нужно. На следующий штаб, чтобы обязательно был СНЕР. И кто-то у нас еще должен быть. Доломит. Доломит. Обязательно должен быть, да, контролировать этот ход событий. Значит, тепловые сети на всем промежутке времени прохода, то есть смотрите, еще раз провести ревизию по всем колодцам, администрацию СОТП до 1 августа должны привести в соответствие все ограждения, которые есть у нас на этом участке. Вопросы какие-то у нас у нас? В магами с кем работают? С документами руководитель СОЖ Игорь Валерьевич Ангельский с ним работал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...